Хей, всем привет, это Химит Пич, я художница, кто не знает, у меня есть свой инстаграм, который подписан точно так же. Это все. Сегодня мы будем рисовать с вами очередной портрет обычным карандашом. И, конечно же, немножко информации. Портрет был сделан, я не помню когда, очень давно. Начала монтировать я это только сейчас, и причины не ясны даже мне самой. Кто, блядь, там двигает мебель? Так как я рисовала этот рисунок очень давно, и в момент, когда я это видео редактирую, я все-таки вижу свои ошибки, и мне так хочется сильно их исправить. Но, к сожалению, это все. Все, что я могу сделать, это просто смонтировать видеоролик и показать его вам. Надеюсь, это не помешает вам насладиться процессом, наблюдением за тем, как я рисую. Ну и если вам есть что добавить, то обязательно напишите это в комментариях. Ну а в данном видеоролике я постараюсь немножечко прокомментировать процесс, но это не точно. Да и по сути, знаете, одно по одному рассказывать каждый раз, я думаю, это не очень интересно ни вам, ни мне. Но если вам интересно, то, возможно, я пересмотрю свою точку зрения. Но если вам реально интересно посмотреть в достоверности мои этапы в рисовании, то вы просто можете посмотреть другие видеоролики, которые сделаны специально для этого. А сейчас я постараюсь за пару секунд объяснить вам, как я это рисую. Готовы? Приготовьтесь. Это будет не суперинтересно. Я рисую на глаз. Вот все, наверное, можно будет больше и не комментировать то, как я нарисовала эту белую хады. Всем спасибо за внимание. Если вы действительно хотите поучиться или узнать что-то более подробно, то вы в конце ролика увидите видеоролики, которые я рекомендую вам глянуть. Ну а так, если честно, рисунок не получился уж таким хорошим, чтобы на нем учиться, если честно. И вообще, знаете, если вы хотите действительно поучиться, то постарайтесь взять какие-нибудь курсы, найти преподавателя, который будет вас наставлять, поправлять и показывать, как рисовать правильно и так далее. Один из вариантов — это, конечно же, поступить в университет. Но я думаю, это долго, дорого и очень мало бюджетных мест, по крайней мере, в российских вузах. Следующий вариант — если вы когда-нибудь учились в художественной школе, то, возможно, вы натыкались, что вдруг, неожиданно, в ваш класс приходил... Приходил? Приходил человек, который выглядел намного старше вас, и он сидел вместе с вами и рисовал. Так вот, в некоторых художественных школах есть такая штука, как ты можешь спокойно прийти, заплатить деньги и сидеть и учиться со всеми остальными ребятами в классе. Ну а следующий вариант, очень актуальный во время карантина — это просто взять какие-нибудь онлайн-курсы. К сожалению, большинство онлайн-курсов преподают их иногда бездари. Я думаю, каждый сам знает о себе, кто он бездарь, профессионал и так далее. Но в целом, когда я пыталась найти хоть какие-то интересные материалы, именно платные, то я ничего-то суперпрофессионального не смогла найти. Обычно курсы стоят очень дешево, и они обычно неинтересны. Но если вы действительно хотите прямо узнать что-то новое, то, что вы, возможно, никогда не знали до этого, особенно если вы не учились в художественной школе, то вам придется, наверное, раскошелиться, потому что такие курсы будут уже стоить от пяти тысяч минимум. Обычно они стоят семь тысяч, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок. Я нахотыкалась примерно на такие цены. Их преподают обычно разные онлайн-школы. Либо конкретный художник. Например, вы можете посмотреть своего любимого художника в Инстаграме. И, скорее всего, у него будут свои курсы. Так что, если у вас есть деньги, то вы можете рассмотреть и этот вариант. Потому что чаще всего они достаточно хорошие, мне кажется, потому что они дают полноценные знания, полноценную базу, с которой вы сможете идти дальше. Ну и тем более вы будете не просто смотреть видеоролики, как на ютубе. На ютубе вы можете найти бесплатные видеоролики, но при этом вас никто не поправит, никто не поможет и не укажет на ошибки. И поэтому будет немножко сложновато, особенно в самом начале, когда вы вообще особо не умеете рисовать. Да и на самом деле, даже если вы умеете рисовать, все равно взгляд со стороны именно от профессионального человека будет полезен в любом случае. Во время карантина я впервые решила попробовать проходить курсы, потому что до этого времени я никогда не интересовалась ни туториалами, ни видеоуроками, которые есть на ютубе. И вообще, просто меня это не интересовало. Но не забывайте, что я училась в художественной школе, поэтому как-никак чаще всего, когда я вижу какие-то видеоуроки, то я просто знаю это уже, потому что я проходила это не раз. Но так как мне стало интересно что-то другое, помимо портрета, то я решила взять курс по перспективе в Калачево School. Также на этом сайте я наткнулась на много прикольных уроков по пастели. Я думаю, они были бы крутые, но мне в целом просто не захотелось рисовать пастель и не захотелось тратить лишние деньги, если честно. Да и цели просто у меня на данный момент немножечко другие. Короче, я вроде не проходила до конца этот курс по перспективе, но в целом он мне понравился. Я думаю, для человека, который вообще ничего не знает, это будет сложновато, при этом интересно. Так что и вы точно сможете повысить свой скилл в перспективе. Следующий курс я взяла у Яны Янковской по фигуре, короче, человеческому телу. То есть там я как раз-таки узнала определенную базу по тому, какие пропорции у человека. Но в последующем я еще параллельно самостоятельно искала какую-нибудь информацию в бесплатных книгах, которые скачала ВКонтакте. Ну и, конечно, смотрела разные видеоролики на Ютубе. Например, мне очень понравился канал Александра Рыжкина. У него очень профессиональный уровень, я бы сказала. То есть это реально академий рисунок. Он рисует очень быстро, и меня это раздражает. В том плане, что я не успеваю, не успеваю обрабатывать информацию. Я не успеваю смотреть, я не успеваю за ним повторять. Потому что он действительно профи, и он делает это все очень быстро. И у него все там с первого раза получается. И поэтому, вот, мой такой вывод. Но сама информация, которую преподносится в видеоролике, конечно, стоит того, чтобы перематывать и каждый раз пересматривать и переслушивать это. Я пытаюсь вспомнить, что же еще я покупала. И на самом деле, походу, это все. Я, конечно, искала много курсов и натыкалась на других художников, которые мне тоже нравятся. Но их курсы уже стоили около 30 тысяч, и они были рассчитаны на несколько месяцев. Но пока, мне кажется, я не готова прям так, знаете, погрузиться во все это. Возможно, готова, но не сейчас. Как это так вообще получается? Но, кстати, есть у меня одно предупреждение, потому что есть не просто такие проверенные школы, которые я назвала вам. Ну, типа, Калачева школа, это проверенная школа. Конкретные художники, это проверенные люди, потому что вы напрямую покупаете у них курсы. Но есть такие школы, которые, например, выкладывают на заставку работочек какого-то художника, например, мою или других моих знакомых художников, и пишут «О, чуваки, мы вас научим так же рисовать, как вот тут нарисовано». На самом деле, это неправда, и, к сожалению, ВКонтакте такие паблики очень сложно заблокировать, потому что ВКонтакте пофиг на нарушение авторских прав. В Инстаграме как раз-таки очень легко это сделать. Но сегодня мы говорим не об авторских правах, а просто будьте аккуратны, когда вы выбираете курсы художника, у которого собираетесь учиться. Потому что вы отдадите много денег и будете проводить с ним очень долго времени. А что же я делаю сейчас? Пока что я не купила никакие курсы, но планирую купить каким-нибудь по академрисунку или что-нибудь такое, что связано с анатомией, потому что я хочу научиться рисовать правдоподобно человеческое тело. А так, я пока это еще не сделала, то решила просто поискать бесплатный контент в том же Ютубе. И первый канал, который мне понравился, это Сима Арт. У него достаточно информативные видеоролики, от которых вы сможете почерпнуть очень много информации и уже двигаться вперед. Поэтому, если вы не понимаете, с чего начать, что делать, то можете заглянуть на ее канал. Например, я сейчас пытаюсь научиться рисовать тело. И когда рисую, я понимаю, что я допускаю ошибки именно в пропорциях. То есть у меня несоизмеримые какие-то размеры туловища с ногами, или там голова слишком большая, или туловища, наоборот, очень длинная, либо слишком короткая. И для того, чтобы исправить этот момент, я просто начинаю гуглить информацию про пропорции тела. И уже просто смотрю то, что мне выдает интернет. Обычно это просто Ютуб-каналы, которые, конечно же, всегда дают вот эту базу, которая действительно достаточна для того, чтобы уже самостоятельно начать что-то делать. В последующем вы просто отрабатываете эти навыки, пытаетесь сделать так, чтобы они были механическими, и, знаете, типа, ну просто, просто берешь, рисуешь, и у тебя получается. А чтобы так получилось, нужно очень много рисовать и практиковаться. Поэтому сейчас я не стараюсь спешить углубляться в какие-то маленькие косточки, маленькие мышцы. Я решила начать с самого простого. Это пропорции, основные массы, и уже потом будет видно, куда мне двигаться дальше. Как всегда, это видео получилось ни о чем, и обо всем одновременно. Но если вам понравилось, или у вас есть какие-то комментарии по поводу того, где учиться, у кого вы учились, или у вас есть советы, рекомендации, и вообще у вас есть мнение свое, то можете его высказать в комментариях. И вообще, не забывайте ставить лайки, дизлайки, и, конечно же, подписаться на мой канал, потому что какого черта 50% смотрит мой канал, не подписавшись? Ну а сейчас я с вами прощаюсь, спасибо, что были со мной, надеюсь, вам понравился рисунок, а если нет, то можете написать это в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok